Всем привет, меня зовут Игорь из компании SD Solutions. Сегодня хотел бы вам рассказать про Hyperloop. Ну что вообще это такое и что здесь самое важное, это слово hype, потому что там внутри React. Ну вообще Hyperloop это изоморфный Ruby фреймворк, он построен на базе в раппера ReactRB, который крутится на ополе. Это Ruby2JS, Source2Source Compiler. Какие у него есть главные особенности? Скорость разработки, но это относится к Ruby разработчикам в большей степени. Изоморфный Ruby code, Comp architecture, это то, что относится к самому Hyperloop. Построен на базе ReactRB, также есть интеграция с Rails и доступ к NPM пакетам. Изоморфный Ruby. Есть части, которые работают и на клиенте на сервере. Это модели, Hyperloop модель, которая имплементирует API ActiveRecord. И весь процесс синхронизации осуществляется без какого-то вмешательства со стороны разработчика. Также один сет тестов с помощью HyperSpec, расширение RSpec. Как выглядит компс архитектура? Здесь есть пять основных частей. Это компоненты, обертка над React, дальше stores, хранилища, модели, операции и полисы. И компоненты. Ну, описывает, как будет выглядеть логика и как хендлить экшены юзера. Вот и имплементация простого компонента. Как он работает, мы наследуемся от HyperloopComponent класса, дальше прописываем state и пропсы. Ну, здесь они называются params. И главный метод render. Он использует функции, которые принимают параметры, теги атрибутов и блок, в который можно делать вложенности других элементов. State используется внутри метода render и также вызывается здесь params. Ну, имплементация очень похожа на реактовскую, только здесь не используется JSX, обычные Ruby функции. Хранилища. Пронят... Слушай, это просто стены, что уже и принят. Пронят стоит приложение. Приложение. Вот простейшая реализация. Используется класс HyperloopStore. Также мы здесь прописываем state параметры. Используются два метода. Один state и с названием поля, которое мы хотим вытащить. И второй это mutate, чтобы изменить state. И используем уже внутри компонента через класс, например, дискаунтер-дискаунт. Вытаскиваем значение дискаунта и модифицируем с помощью LuckyDip. Вот вызова. Дальше модели extension, active record моделей. Все изменения на сервере или клиенте просто синхронизируются с помощью action cable, либо pusher, либо long polling. Как используется модель? Ну, здесь нет какого-то класса явного. Просто вызывается book all. Это обертка над active record API. И работает, как будто мы используем это в AirBit-темплейтах. Операции оркестрируют взаимодействие между компонентами, сервисами и хранилищами. И также хранят бизнес-логику. Используется класс Hyperloop Operation. И очень похожа имплементация на трейблейзеровскую операцию. Здесь используются степы, и все степы должны пройти, чтобы операция была успешной. Также есть еще метод validate, где идет валидация параметров входящих. И полисы регулируют взаимодействие между данными, которые будут дистрибутироваться, и кому. Вот пример простейшей полисы. Сама реализация очень похожа на реализацию пандита с главной application полисой и уже наследование от нее и расширение прав в зависимости от нужд. Как используются уже готовые React-компоненты? Например, он где-то у нас рекварится здесь, в другом месте. Для этого, чтобы нам его использовать в Hyperloop, нужно создать класс-обертку, который импортирует вот этот компонент. Либо использовать конфиг с автоимпортом, и все компоненты будут сначала искаться в namespace JavaScript, а тогда уже в namespace Hyperloop, что немножко бьет по перформансу, но позволяет писать меньше кода. Еще какие есть гемы интересные? HyperSpec – это расширение RSpec, чтобы работать с Hyperloop. Также HyperConsole – это IRB-консоль в браузере, HyperTrace и Opal Hot Reloader для автоматической перезагрузки. И как его использовать? Requirem в GEM-файл GEM, запускаем генератор. Он довольно-таки долго компилит файлы. У меня получилось 40 секунд. У них в доке написано 1 до 2 минут, в принципе, много. Какие файлы здесь он создает? Он require необходимый GEM-файл в application.js, также маунтит свой engine, который нужен для работы. И вот структура папа – components, operations, stores, models и policies. И в инициализаторах есть базовые настройки. Дальше, как создать базовый компонент? Есть также генератор. После выполнения генератора создается вот такая вот структура с такими коллбеками. Там еще много документации, по каждому из коллбеков генерируется, но просто они не поместились здесь, поэтому их нет здесь. Ну и обычный рендер с Hello World. Дальше в раутах require-ится сам метод, и, в принципе, он уже доступен в браузере. И давайте сделаем Ruby в хорошем фронт-энде. И спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ